Школьное питание Программу совместной работы изучал Виталий Гавусев. Порядка 250 парней, где будут служить бобруйчане, узнавала наша съемочная группа. Смотри, мой дедовый внучек, вот на моей фотографии, где я был, начиная от курсанта и заканчивая майором военно-воздушных сил Северного флота. Дед офицер в отставке, отец отдал долг родине. 18-летний Вячеслав, внук и сын, уже решил, в каких войсках будет служить. В твердой земле под ногами он предпочел небо. Я с детства мечтал служить в ВДВ, именно в Витебской 103-й дивизии. Планирую связать свою жизнь с элитными войсками специального реагирования. Здоровье у юноши хоть отбавляя, резюмировала медкомиссия. Вячеслав занимался рукопашным боем. Сейчас заканчивает учебу в автошколе ДСАФ. В армию пойдет с водительским удостоверением с двумя категориями. Наши военнослужащие много бегают, занимаются физической подготовкой, совершают прыжки с парашютом, стреляют со всех видов стрелкового оружия, постоянно находятся на учениях, полевых выходах, то есть постоянно занимаются боевой подготовкой. Больше половины нынешних призывников хотят в ВДВ. Остальные выбрали сушу. Однако заветное слово «Годин» услышали только 70%. Если сравнить, скажем, с 20 лет, 96-й год, ну там вообще был здоровее, контингент, намного, намного. Там процент годности был 80-86, а негодных очень мало. Члены призывной комиссии уверены, недобора в этом году не будет. Некоторым даже придется побороться за путевку в школу для настоящих мужчин. Ребята идут с хорошим настроением, ребята, видно, что получили определенную закалку в учебных заведениях, ну и, собственно, уже частично состоялись в этой жизни. Юноши отправятся для прохождения службы в органы пограничной службы, в Министерство внутренних дел, в силы специальных операций, в вооруженные силы Республики Беларусь, в воинские части, военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Вячеслав Кудисов к строевой службе годен признали специалисты. У него и его коллег-новобранцев осталось всего лишь пару недель на прощение с гражданкой. Призывники с высшим образованием будут служить один год. Остальным на освоение военной науки отводится 18 месяцев. Первые новобранцы отправятся к местам службы уже 16 ноября. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. В Бобруйске появится новый мост через Березину. Его построят при въезде в Титовку рядом со Старым. Строительство планируют начать уже в следующем году. После ввода его в эксплуатацию Старый мост будет закрыт на реконструкцию. Отметим, существующий мост не аварий, но ширина проезжей части уже не соответствует нормам. Вместе со строительством нового объекта значительно улучшатся инфраструктура и въездные дороги в город с Могилевского и Рогачевского направлений. Здесь расширят проезжую часть, появятся велодорожки. 25 миллиардов рублей необходимо освоить до конца года при строительстве школы в микрорайоне Западный. Чтобы в следующем году школа смогла распахнуть свои двери, городские власти рассматривают вопрос о привлечении еще одного генподрядчика. Параллельно разрабатывается и проектно-сметная документация бассейна, который разместится рядом со школой. Новый спортивный объект смогут посещать как дети, так и взрослые. Бобруйск станет вторым городом в стране после Минска, где будет кольцевая автодорога. Обсудить нюансы ее строительства, а также посмотреть, как продвигаются работы на трассе М5, в Бобруйск приехал вице-премьер страны Анатолий Калинин. Обсуждался вопрос по завершению строительства Бобруйской кольцевой, чтобы ее замкнуть, пока не хватает отрезка дороги между Минской и Мозырской трассами. Возможно, недостающий участок будет ближе к ломам. Сразу несколько несчастных случаев на производстве. Первое происшествие в исправительной колонии номер 2. Механизмом деревообрабатывающего станка один из работников травмировал левую руку. Станок рабочий использовал в личных целях, изготавливал крышку для душа. Вторую травму на производстве получил оператор погрузчика Белшины. Всего в этом году произошло 14 несчастных случаев, что на три меньше, чем в прошлом году. Чи, свежие капусты и котлеты из диетического мяса, какао и свежие соки – это привычный рацион школьников в Бобруйске. Комбинат школьного питания «Купаленко», основной поставщик калорий и витаминов в учебные учреждения города, выдержал проверку на качество. Вместе с администрацией и службами города меню учеников оценили и наши корреспонденты. 19 школьных столовых, 12 буфетов, автоколледж и несколько предприятий. Сегодня всех обеспечивает комбинат школьного питания «Купаленко». За последний год предприятие обновило оборудование как в самом кафе, так и на школьных кухнях. Товарооборот, который за год увеличился более чем на 100%, позволяет продолжать модернизацию. В ближайшее время планируют отремонтировать и само кафе. «Приятно удивил комбинат школьного питания, потому что в прошлом году, когда я заезжал, я был очень недоволен то, что там был. Сегодня произошли существенные изменения, это и по благоустройству, это и по замене, повторюсь, технологического оборудования». В Купаленке работают 160 человек, большинство – школьных столовых. Повара готовят для более чем 16 тысяч учащихся. Младшие классы питаются бесплатно. Предусмотрена льготная дотация для учащихся из многодетных семей детей-инвалидов. Меню разрабатывается в соответствии с возрастом, сезоном и индивидуальными особенностями учеников. Технологи следят за приготовлением и за доставкой по назначению. «Существует несколько форм организации питания. Это предварительный заказ блюд, это экспресс-завтраки, а также питание через буфет». Обнаруженные недосчеты инспекторы взяли на карандаш и рекомендовали устранить их в короткие сроки. Площадка для занятий на скейтбордах, аквапарке, создание бесплатных точек доступа Wi-Fi. Сегодня депутаты приняли ряд важных решений по реализации государственной молодежной политики. Их активно обсуждали с представителями молодежного движения. Каждый четвертый в обручании в категории «Молодых». В объявленный год молодежи в Бавруське уже прошло свыше 70 мероприятий и акций. «Наш год», «Наш выбор», «Цветы Великой Победы», «Чистый город», «Звон скорби» и многие другие. Важно, что молодежь стала идейным вдохновителем и организатором их проведения. Главное, по словам депутатов, что удалось в этом году сформировать и молодежный парламент. «Хотя, конечно же, и проблем немало. Сама молодежь обозначает эти проблемы. Наша основная задача – создать все необходимые условия, чтобы молодежь могла заработать, чтобы они могли построить себе жилье, создать семью». «Год молодежи объявлен президентом. Это год выбора. Мы берем путь на созидание. Мы сами выбираем свою жизнь и как нам идти дальше». Самым амбициозным проектом для Бавруська станет строительство молодежного парка. Задумались депутаты и над сохранением истории. Через два года город отметит 630-летие. К этому времени хотят возродить аутентичный еврейский городок – Бавруйск, говорящий на идиш. К его строительству будут привлекать студенческие отряды, а молодежь получит скидки на посещение бассейнов, тренажерных, спортивных залов.